В эфире фиторецепты. Программа о том, как приготовить удобрения, средства защиты от болезней и вредителей своими руками. Тагетисы, или как мы все называем эти цветы, бархатцы, одни из самых распространенных однолетников на наших участках. И все благодаря своей неприхотливости, продолжительному цветению и бархатистым ярким цветам. Красочные цветы излучают позитив и поднимают настроение в пасмурные осенние дни. На родине этих растений в Мексике существует легенда, согласно которой бархатцы растут там, где есть золото. А ведь эти растения действительно могут стать настоящей драгоценностью для дачников, которые смогут умело их использовать. Выделяемые растениями фитонциды способны защитить от вредителей не только себя, но и растущих рядом соседей. Лук и морковь тагетис защитит от мухи, капусту от бабочек-белянок. Корни тагетиса не любят почвенные вредители, и если перед посадкой земляничной плантации заранее вырастить и заделать в почву зеленую массу растения, то участок очистится от нематоды. Также полезно высаживать бархатцы уже среди растущих кустиков земляники. Корневые выделения способны очищать землю от грибковых заболеваний. Выращивая тагетис, следует учесть, что он аллелопатичен и может угнетать некоторые культуры. Не стоит сажать его в большом количестве к таким растениям, как капуста, горох и фасоль. Более всего инсектицидные свойства выражены у мелкоцветковых видов. В качестве сидератов используют два вида – бархатцы прямостоячие и отклоненные. Бархатцы тонколистные не обладают столь выраженным эффектом. Чтобы извлечь максимальную пользу от тагетиса, нужно срезать наземную часть, а корни оставить на питание червям и бактериям. Массу измельчите и равномерно распределите по поверхности грядок. И не глубоко заделайте в почву, либо присыпьте компостом. Сверху смочите почву раствором препарата на основе бактерий для более быстрого разложения. Делать эти работы можно в течение всего сезона. Старайтесь высадить как можно больше бархатцев на своем участке. Тогда под рукой у вас будет всегда сырье для приготовления инсектицидного настоя для борьбы с вредителями. Сделать его несложно. Для этих целей подойдут без исключения все части растения, включая корни. Возьмите любую удобную емкость и наполовину заполните измельченной массой тагетиса. Залейте теплой водой 40 градусов. Закройте крышкой и дайте настояться в тенистом месте 2 дня. Настой процедите и отожмите. Разводить его водой не нужно. Добавьте для усиления эффекта и лучшей прилипаемости дегтярное или зеленое мыло. Одна чайная ложка на литр настоя. Вечером можно обработать любые культуры. И желательно провести несколько таких обработок с интервалом 5 дней. Томаты очень капризные растения. И каждый имеет свой характер. Без высокого уровня агротехники получить высокие урожаи не получится. Неблагоприятные погодные условия вызывают развитие фитофтороза. Плохо сказываются на росте и созревании плодов. В период, когда на томатах наливается много плодов, растения слабеют, их иммунитет снижается. Частично решить эту проблему поможет йод. Но применять его желательно в комплексе с другими компонентами. В ведро воды налейте 1 литр настоя биогумуса. Разведите полстакана сапропеля или голубой кембрийской глины. 1 стакан золы и 10 капель йода. Вокруг куста томата сформируйте лунки для полива. Тщательно размешайте настой, чтобы поднять со дна золу. И вылейте под каждый куст 1 литр коктейля. Биогумус – это доступное питание, где нет большого количества азота. В золе содержатся калий, кальций и магний. Эти элементы питания отвечают за рост плодов, предупреждают развитие вершинной гнили и повышают сахаристость плодов. В глине высокое содержание микроэлементов и 50% диоксида кремния, что делает ткани более прочными. Особенно полезны подкормки глиной на легких почвах. Йод обладает фунгицидными свойствами, а значит, будет защищать корни томатов от развития гнилей, грибных и бактериальных болезней. Йод повышает иммунитет растений и помогает плодам немного быстрее созреть. Дефицит йода наблюдается на легких песчаных и торфяных почвах, удаленных от акваторий. Также йод быстро вымывается в нижние слои на кислой почве. Часто встречается информация, что в коктейль с йодом нужно добавить борную кислоту. На наш взгляд, не стоит смешивать эти аптечные средства. Это была программа «Фиторецепты». Желаем здоровья вам и вашим растениям!